Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к 14 главе послания апостола Павла к римлянам. 14 глава, конечно, в сознании православного читателя накрепко связана с Великим постом, потому что это одно из самых значимых, важных чтений в подготовке к Великому посту. Хотя, конечно, значение мысли апостола Павла выходит далеко за рамки этой темы. Тем не менее, поводом для того, о чем Павел пишет в начале 14 главы, явился тот факт, что в тогдашнем языческом обществе, в самых разных местах, в Риме в том числе, значительная часть продающегося на рынке мяса была, как это называется, идоложертвенной. Ну, то есть, какого-нибудь упитанного барашка приносили в жертву каким-нибудь вымышленным богам, ну, при этом там сжигали печень или как-нибудь еще что-нибудь такое, а, собственно, мясо продавали на рынке, не пропадать же добру. Жертва всесожжения была больше характерна для Иерусалима и меньше для остального мира. И вообще была штукой такой довольно своеобразной и своевременной, не тотальной. Итак, на этом самом рынке можно было купить овощи, которых никто никогда никому в жертву не приносил, или можно было купить мясо. И, соответственно, одни христиане говорили, ой, лучше не надо, вдруг оно там, мы же не знаем, идоложертвенное, оно не идоложертвенное. А начать это выяснять, тебя же еще и заметут и спросят, чего это ты выясняешь, все едят с удовольствием, идоложертвенное, а ты вот, значит, не хочешь. Другие говорили, что да ладно, это все не имеет значения, мясо и мясо, ешьте без исследования, как выражается Павел. И вот, собственно, контекст, как со всем этим быть. И при этом еще заметьте, что одни говорили, что вот те, которые так боятся, что не будут там вовсе ничего покупать, никакого мяса на случай, чтобы оно не оказалось доложертвенным, они немощные в вере. Они не верят тому, что Бог их принимает, любит по милости своей, по их вере. А те, в свою очередь, говорили, что эти вот они, халтурщики неблагочестивые, они не боятся сделать что-то такое, что будет Господу Иисусу Христу неприятно или не понравится ему. Вот так они друг к другу относились. Павел говорит, начинает 14 главу, знаменитыми словами немощного в вере, принимайте без споров о мнениях. Без споров о мнениях. То есть он категорически не считает нужным выяснять здесь, кто прав, кто виноват. Он уже достаточно много говорил о ценности различий, о единстве в теле Христовом, о том, что Бог всех заключил в непослушании, чтобы всех помиловать. Он уже достаточно к 14 главе сказал об этом во всем послании к римлянам. Поэтому говорит, кого вы считаете немощным, ну хорошо, ладно, принимайте без споров о мнениях. Не надо этого обсуждать. Вот это все дискуссии тоже, знаете, в нашей среде по мере приближения Великого Поста еще в самом начале начинаются абсолютно нецеломудренные обсуждения, что надо есть, чего не надо есть, бесконечных рецептов и так далее. На самом деле это так же неприлично, как неприлично обсуждать с посторонними супружеских отношений. Вот Павел говорит, не надо этого ничего. Не надо. У вас есть свои какие-то представления? Ну вот следуйте им. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Неважно, что ест или не ест, по каким причинам. Вот не уничижай и не осуждай. Православный читатель с изумлением спросит здесь апостола Павла, «Раби Саул, ты что, всерьез считаешь, что не имеет значения, что вот он ест?» И Павел скажет, не имеет. Для тебя это не имеет значения. Вот он имеет право есть то, как считает нужным, что считает нужным. Но мы тут же все схватимся за сердце и будем говорить, ах, пост, ах, пост. Вот. Не имеет значения для тебя, как постится с брат твой. Или как вообще он там питается. Единственное, что может для тебя иметь значение, что если брат твой голодает, тогда ты обязан его накормить в меру своих возможностей. А обсуждать ничего не надо. Кто ест, не осуждай того, кто не ест. Кто не ест, не уничижай того, кто ест. Вот. И все. И нечего дальше говорить. Но апостол еще сюда прибавляет. Часто так бывает, когда он вроде уже все сказал, уже понятно, ему приходит в голову еще более яркая формулировка. Так и здесь. Он говорит, и вообще, кто ты, осуждающий чужого раба? Ты кто? Почему ты его судишь? Чужой раб. Он перед своим Господом стоит или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Вот так в синодальном переводе. Поразительная мысль. Поразительная совершенно. Павел говорит, что другой человек, он не твой раб. Ты его не должен получать. Он раб Бога. И перед своим Господом стоит или падает. Ты за собой лучше посмотри. Стоишь ты или падаешь. И Бог вас силен восставить его. Ну, мы же все прямо ку-ку на почве пастырской ответственности. А эти слова апостола Павла совершенно не предполагают никакой пастырской ответственности и никакой пастырской власти. Перед своим Господом стоит он или падает. Другой разговор, что, конечно же, как разные апологеты христианские говорят, что, конечно, да, мы часто такие фрагментированные личности, духовные, интеллектуальные, невзрослые. Все это так. Что, конечно, мы нуждаемся в помощи более опытных. Все это так. Но перед своим Господом стоит он или падает. И силен Бог восставить его. И будет восставлен. Поэтому на самом деле все то, что обычно в нашей с вами культуре православно-христианской называют такими понятиями, как духовничество, духовное руководство, вот это вот все, нет, не из Слова Божьего. А в Слове Божьем есть нечто прямо противоположное. Кто-то, осуждающий чужого раба, перед своим Господом стоит он или падает. Вот это очень серьезная вещь, очень серьезная, потому что, конечно, степень, я бы сказал, безумия, степень того, насколько мы уклонились от мыслей Священного Писания, в частности, от мыслей апостола Павла. Он, конечно, просто поражает. Дальше Павел говорит еще другой пример. Вот одни в каждый день у них все одно и то же, а другие отличают большие праздники, малые праздники, будни и прочее, прочее. Один отличает день от дня, другой сует о всяком дне различно. Он говорит, вопрос в цели. Он различает дни, делает это для Господа. Не различает, делает это для Господа. И ест для Господа и благодарит Бога. Не ест тоже для Господа и тоже благодарит Бога. Вот что важно. Все разные способы жизни христианской, духовной, так назовем, все разные пути – это пути к Богу. И ты на своем пути двигайся, а в чужие не вторгайся. Это исключительно важная вещь. На самом деле, конечно, многих трудностей нашей современной духовной жизни мы могли бы избежать, если бы эти слова апостола Павла не были бы прочно забыты, условно скажем, к середине IV века. Ну, кроме того, конечно же, сами по себе вот эти слова в 7 стихе «Никто из нас не живет для себя, никто не умирает для себя». А живем ли для Господа, живем мы, умираем ли для Господа, умираем мы всегда Господни. Они сами по себе вообще ведь, понимаете, удивительным образом описывают нашу жизнь. Такая радостная картина. Павел говорит о том, что как бы ни было, что бы с нами ни происходило, мы живы для Господа, потому что Он нас любит. Мы умираем для Господа, в Нем, к Нему все это направлено, потому что все время мы с Богом. Он говорил в другом месте «Ничто не отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе». Вот здесь Он делает практически из этого вывод. Мы живем для Господа и умираем для Господа, и всегда Господни. Он говорит, потому что Христос для того и умер, и ожил, чтобы быть владыкой живых и мертвых. Мы Ему всегда принадлежим. Ничто не отлучит нас от любви Божьей. Это, на самом деле, по большому счету, это единственная опора, на которую в жизни можно опереться. А дальше апостол Павел возвращается к теме осуждения, к теме того, что все время в христианской общине раздавались ворчания, что вот они делают так, это неправильно, а вот эти делают так, это неправильно. Вот что ты осуждаешь брата своего? Все мы предстанем на суд Христов, говорит апостол. И еще добавляет, каждый за себя даст отчет Богу. Каждый за себя. Не за то, как ты других упасал. За себя. Поэтому он делает вывод, не станем больше друг друга судить, а лучше думайте о том, чтобы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Вот что он предлагает. Следи за собой, чтобы не быть для ближнего источником соблазна. Вот это по-настоящему важно. И дальше снова возвращается он к разговору о пище и формулирует слова, которые, по-видимому, для его читателей, по крайней мере, за иудеев, должны были звучать шокирующе. А в устах фарисея, каким был Павел, тем более шокирующе. Он говорит, я твердо знаю это убеждение от Иисуса. Нет ничего нечистого в себе самом. Не существует пищи чистой и нечистой изначально. Это только почитающему. Нечистым что-то там может быть нечистым. Его с детства учили, Павла, что есть кошерное и некошерное. Есть то, что нельзя, и то, что можно. И вот он твердо усвоил и говорит, что я уверен в Иисусе, или это убеждение от Иисуса, что нет пищи чистой и нечистой. Нет этого развлечения. Оно для какой-то цели, для людей кем-то введено. Может быть, даже и отчасти Богом, но это только педагогическая своего рода вещь. Нет в себе самом. По природе чистого и нечистого. Не различается это. Вопрос, собственно, таким образом, в твоем отношении. Очень серьезная, важная вещь. Вот он говорит, она лишь считается нечистой. И только для того, кто так думает. Но если твоя еда огорчает брата, значит, не огорчай его. Поступай по любви. Не губи своей едой человека, за которого умер Христос. И это тоже, между прочим, радикально важная вещь. Вот потому что, знаете, что противники, что сторонники тех или иных аскетических, поздних, постных практик, ну вот, считают, что важнее определить и исполнять, что есть и чего не есть. А Павел говорит, не губи ты своей едой человека. Человек важнее, потому что за него умер Христос. Человек дороже, потому что за него умер Христос. И это, во-первых, абсолютная ценность, относящаяся к каждому человеку. И, во-вторых, руководящий принцип, если хотите, того, как нам следует относиться друг к другу. Да и чем для меня ценен вот этот человек? Только он, может, мне совсем не нравится, я вообще с ним не согласен, и он вообще ест то, чего не надо. Но за него умер Христос. И этим объясняется право каждого из нас на существование. И абсолютные ценности, достоинства каждой человеческой личности. А теперь дальше апостол Павел говорит еще раз, уже в другой формулировке, ту же самую мысль. Царство Божие не пищей пятие. Ну вот, прямо мы записываем это видео во время Великого Поста. Может быть, поэтому такие мысли и такие прочтения бросаются в глаза. Но вот не пища и пятие. Не в этом Царство Божие. Это не имеет значения. Праведность, мир и радость в Духе Святом. И это тоже формулировка, которую надо выучить наизусть, чтобы вот помнить, чтобы пытаться исполнять. Когда ты растерян, когда ты в скорби, когда ты не понимаешь, где жизнь и смерть, черные и белые, правые и левые, и где это обещанное Царство. Вот остановись и вспомни, Царство Божие – это праведность, мир и радость в Духе Святом. Значит, добиться Царства Божьего – это перестать делать неправду, начать поступать по правде и по любви. Мир – значит, перестать ссориться и получать ближних. И помириться с ними. И радость в Духе Святом – поблагодарить Бога за Бога и людей, ну и за завет во Христе, конечно же. Вот, собственно, путь в Царство, который на каждый день. на каждый день. Да. Ну и, наконец, еще в конце этой главы апостол добавляет еще удивительные совершенно тоже слова. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Ну, по-видимому, он, конечно, говорит о тех, кто ест одно или другое, в первую очередь, о тех, кто избирает, есть купленное на рынке мясо или не есть. Он говорит, что, ну, в конце концов, если ты вот принял решение так делать, ну, делай, потому что Царство Божие не пища и питья, а милость, праведность, мир и радость в Духе Святом. Да. И если ты это выбрал, прими такое решение и исполняй. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Современные православные, опять же, тут же хватаются за сердце и говорят, как же так, а разве я могу выбрать что-то и так делать. Ведь выбор обязательно есть правильный и есть неправильный. А вот Павел так не считает. Он вовсе не имеет в виду, что, знаете, Бог не говорит, что есть два мнения, одно мое, второе неправильное. Бог не генерал. Понимаете, тут важно, чтобы, если ты выбрал, думая о Христе, думая о том, чтобы не соблазнить ближнего, за которого умер Христос, вот выбрал, ну, исполняй. Ты можешь поступить так, и это будет Богом одобрено. А можешь поступить по-другому, и это тоже будет Богом одобрено. Оказывается, понимаете, вот этой концепции, когда есть одно правильное и миллион ошибок, нету этой концепции. Наоборот. Есть одна ошибка – не любить Христа. Но если любить Христа, много правильных каких-то путей, правильных вариантов. И это снова тоже к вопросу о различных дарованиях. И это очень трудно принять. Очень трудно представить себе, а как же это так может быть? Вот может. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Если ты избрал нечто, потому что ты считаешь это правдой во Христе, и ты об этом помолился, и попросил Господа благословить и направить, ну, так и действуй. До чего вы достигли, так должны мыслить по тому правилу жить, как выражается в другом месте апостол Павел. Потрясающе тоже важные слова. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. И еще он добавляет здесь, что все, что не по вере, то есть не в диалоге со Христом. Вот это грех. Это отличает грех от негреха. Субтитры создавал DimaTorzok